И для нашей редакции, и для авторов этого сюжета такая популярность стала полной неожиданностью. И естественно, тогда, в декабрьской ночи 2001 года, когда снимали этот репортаж, никто и не подозревал, что спустя 13 лет его будет обсуждать все соцсети и весь YouTube. Тогда ничего подобного и не было. Это была эпоха пейджеров, скажем так. То есть у каждого корреспондента был пейджер, на который у дежурного корреспондента приходили сообщения, и вдруг мне на пейджер и, соответственно, дубляжом на монитор стали приходить сообщения «Снимите кота с дерева, снимите кота с дерева, кот сидит третий день на дереве, снимите кота с дерева». И это просто вот шло вот так вот, выпадало на монитор просто лентой. Мы приезжаем, это было в Сормовском районе, стоит толпа бабушек, и вот которые вот так на фоне луны сидит барсик, и вот они хором взывают к барсику, чтобы он спустился. Там была бабушка бедная, обеспокоенная, и вот этот вот солдат, который, видимо, просто пытался ей хоть как-то помочь. Он был очень сильно пьяный, очень сильно пьяный, это я хорошо помню. И поэтому вот и у него столько энергии было, видимо, попытаться достать этого кота. Парнишка очень хороший, он длинный замечательный, он приехал домой на побывку, и с друзьями отмечал вот как бы свое возвращение там в отпуск из армии. И поэтому вот душа у него была нараспашку, и он решил помочь бабушке. Он, по-моему, даже в этом доме-то и не жил. Бутылку он настаивал, потому что я его предупреждал, что могла попасть действительно в стекло, но он утверждал, что этого не случится. Это был второй этаж. А солдатик уже потом в конце забрал топор и уронил вот это вот дерево. Я его предупреждал, и поэтому я и сказал, что рубить вообще нельзя. Уже эти случаи были, кстати, и не раз. Но он же кота хотел спасти. Насколько он здорово построил толпу. Настоящий, то есть, я не знаю, командир. То есть пришел на два дня всего, да, если мне память не смеетно, он пришел на побывку всего на пару дней. И полночи, можно сказать, посвятил это спасению вот этого кота. Даже так, можно сказать. В итоге получилось, в общем-то, как в фильме «Болода солдати», да, Алеша, который бы добирался домой, потратил все свои отпускные дни там на какие-то добрые дела. И этот совершил, видимо, доброе дело. Разбитое стекло, срубленное дерево. И эти провода тоже все, я не знаю, погнули. Ну, веселый, конечно, у нас солдатик. Когда бы увидел этот главный редактор, он говорит... То есть смеялась вся редакция, мягко говоря, смеялась. То есть там вот половина дня была выведена из строя. То есть монтируем мы у часа полтора или два. К нам в монтаж заходили люди. Было очень смешно. И самое интересное, знаете что? Кот в итоге выжил.